Сначала пару слов, прежде чем начнем заниматься, для тех, кто первый раз рисует здесь. Ваша задача сейчас будет, когда пойдет разбор материала, выбрать любой совершенно объект, который вам нравится, и попробовать сначала нарисовать так, как вы умеете, так, как вам представляется это нормально. Не стесняйтесь, для старичков, вы уже поняли, что нельзя рисовать плохо. В смысле? Нельзя не запрещать рисовать плохо, а просто не бывает человек, который бы рисовал плохо. Не надо стесняться того, что у вас получается. Нам эта первая полка нужна для того, чтобы предметно проводить корректировочку. Вот прямо на вашей работе показывать, что, как и почему, лучше поменять. Понятно? Пока такого образца нет, очень сложно объяснить человеку, как рисовать. Ну, пример здесь такой. Можно дать исчерпывающую инструкцию, как ходить по канатам. На самом деле инструкция очень простая. Всегда держите центр тяжести в плоскости, в вертикальной плоскости, проходящей через канат. Инструкция элементарная. Ну, хорошо, теперь натягиваем канат на десертном этаже между домами. Инструкция у вас есть, ну и вперед идите. Вы выполняете инструкцию и пройдете. У вас выйдет, а у вас навыка нет. Инструкция здесь ничего не решает. Решает навык. Вот мы и будем с вами нарабатывать навыки. Навыки руки, навыки глаза, навыки сопоставления руки с глазом. Всего это вместе с натурой. Итак, ваша задачка понятна. Бумага, карандаш, ластик у всех есть? Теперь что делаем? Значит, все, и вы в том числе, сейчас берете новую набору. И уже те, кто для работы не первая, займете. Приступайте к наброску. Памятуя все, о чем мы с вами уже говорили. Пожелание. Вот теперь поняли, что сильно нажимать на карандаш, когда вы делаете набросок, не стоит. Постарайтесь нажимать на карандаш вдвое, менее интенсивно. Чтобы оставлять легкие линии. Тогда их можно безболезненно убирать, это никак не скажется на качестве рисунка. Ну и помните все, что мы говорили про очень одинокого петуха. Все, что мы говорили про то, зачем нужна рамка. Значит, и если не получается сразу прикинуть, во сколько раз высота больше ширины, решить на больше высоты, сделайте рамочку, поможет. Да? И тебе понятно? Все, тогда приступаем. Рекландоиды, работаем. Полноценный череп человеком. Это такая интересная башня, поскольку сам ее откатывал, поскольку знаю, что в нее все. Это из некрополя самой северной греческой колонии у нас в России, где греческого полюса Танез, который находился недалеко от Роскова на дону современного, уже в третьем доме, в самый нижний дом. И вот это очень интересное было погребение. Про нее действительно мало известно. Так, желающие есть? Хорошо. Рекомендую фронтальную, вот так, спереди. Так? Значит, заткну черепной короб, чтобы у вас бывало перспективное, как же, чтобы... Вот видны и темные гости. На фронтальном взгляде, да? Так, ну вот это вот на том, что... Кто его не рисовал? Я знаю, что вы прошлого раз рисовали. Это череп, зеленый череп, ваше морское. Так? Ну, на самом деле, вполне можно попробовать в крупноразуме. В этом случае, разумеется, на коры ставится не на ту парту, где вы работаете. Только дистанция должна быть. Только в этом случае можно засечь. Итак, желающие, пожалуйста, череп зорослого быка. Ага, у вас череп поправ. Совершенно запросто можете его брать. Кто череп отцовок не писал пока? Ну, ничего не писал, не писал, не писал. Ну, давайте, это чей-то лисичек. Вот с этой стороны. Сборка. Да. Брит. Против. Штепель. Любитель меня, это уже есть. Хотя он в прошлый раз не показывал. Это кассета с мелким косвенным материалом. Здесь всякая любопытнейшая мелочь. Ну, во-первых, вот птичья черепа. Это большой бакуан, это серебристая чайка. Это серая цапля. Так. Во-вторых, вот черепа. Да, вот это конюк. Маленький орел. Значит, вот черепа андата. Так. Вот череп шмяка. Вот это череп норки. Так, вот пушной зверь. Так, ну, а это уже... Показать-покажу. Брать не советую. Очень трудно же сажать. Сверх миниатюрные, ребята. Вот это крот. А вот это летучая мышь. Так, вы видите, совсем маличненький. Да, конечно. Значит, без оптики, без фиксированной линзы лупа рисовать такого размера, конечно, просто глазами трудно. Здесь же нужно дополнительное приспособление. Так что, если есть желание на птичий материал или на грызунок, пожалуйста, уйдите. Вот этой линзки достаточно теперь уже не то, чтобы их золото, но не то, чтобы часто встречающиеся змеи. Сейчас, пару секунд. Так. Вот, пожалуйста, моя коллекция, без меня. Ладно, ну, похоже, я вам покажу. Че я просто сама себе. А кто знает, что это такое зырю сама? Кто его в родственниках? Недведь. Это хищник. И ноты. Нет, и не енута. Рыст. И не рыст. Ну, смотрите, вы последовательно перебрали разные группы хищников. А раз в самах, и с другой. Выдра. Выдра. Выдра, да. Олег, куница, колонок, горностай, ласка. С самыми крупными, а общее название группы, унии. Так. Самые крупные, так раз, росомахи. И, пожалуй, на втором месте, бурсуки. Ну, вот, череп норки. Когда найду череп росомахи, покажу. Увидите, что устроен, в принципе, один так же. Тут размеры совсем. А это, кто с вашей штучки за меня? Харек. Давай смотрим. Харек и норка из одной группы. Пропорции черепа более-менее схудны или нет? Нет. Знаете, какой вытянутый назад мозговой. Мозговая коробка какая вытянутая назад у них. А вот эта. А это она кругленькая, почти шарик. Выдра, да. Выдра тоже рыч, норки. Вот если сравним, смотрите. Резко укороченная носовая костья на ногу круче, вот так, так скажется. И это сжатая с плюсом-то сзади затруночная часть. При этом череп высокий. Кошка. Вот это кошачий череп. Кажется, челюстной. Но для сравнения, лисичку я вам показывал. Ну да, да. Ну, смотрите, вот еще одна караганочка. Совершенно другие пропорции у псовых. У псовых одинаковые. На самом деле, вот здесь объем из головы капсул примерно одинаковый. Ну, посмотрите на длинную челюстного отдела. У псовых. Разумеется. Длинная нога. Так. Хорошо. Ну что ж. Ну, давай, собственно, разбирайся сами. Потому что он нравится. Вот еще одна нога. С одной стороны. Да, ну, с одной стороны. Хотите, вот, с тюленью можно поиграть. Вот так, сержит тюленья это нефаль. Хорошо. Правильный путь. Сначала намечают все главные точки пересечения. А уж потом контур. Так. Вот здесь снег. А, вы с челюсти вылезли, да? Ну, давайте, давайте. Так, да. Помните, первая задача. Никаких деталей замыкаем внешнюю контурную линию. Так. Ага, сейчас подожду. С вами есть о чем поговорить уже. Так. Во-первых, где самая высокая точка угодница? Да, где-то... Ближе к переносице или ближе к виску? Смотри на чей, на чей. Переносица. Да, на самом деле вот здесь. Так. У тебя от этой точки верхняя орбита идет горизонтально с подъемом вверх и распусканием вниз. Горизонтально. Уверен? Вот горизонтально. Смотри. Эта линия поднимается или опускается? Поднимается. Поднимается. Перестань на чей. На чей. На чей. Ага. Это понятно? Просто не так устроено. Хорошо. Значит, нигде подъемом... Смотри, на эту глазницу тоже там хоть где-нибудь линия поднимается. Нет, я имею в виду верхнюю границу. А у тебя вон еще отверх пролезнет. Теперь вторую вещь смотрим. Значит, ты вот все это пространство опормишь одной дугой. Как одна кривая. Давай смотрим. Она уже устроена совершенно. Прежде всего, если мысленно взять и соединить вот в высшей точке глазницы прямой, взять и соединить, да, и посмотреть. Вот, я сейчас беру засечку, расстояние между высшими точками глазницы, раз, и дальше смотрю, сколько раз это расстояние вкладывается в высоту свобода. Вот это. Не раз уж, что ли? Нет, нет. Между высшими точками... Высшие точки очень близко к переносице. Вот одна, вот вторая. Разве это расстояние в три раза больше, чем вот это? Ну, у меня никак три раза не получается. Сейчас смотрим. Два от силы. Так. Хорошо. Значит, а теперь очень важная линия, без которой вообще ничего не было. Ну, во-первых, вот эта сторона глазницы, внешняя, ближняя к виску, она же прямая. Никакого такого овала здесь нет. Ну, посмотри, раз вот это овал, взять, все-таки прямая. И здесь это овал или прямая? Прямая. Овалов-то нет. Не надо их придумывать. А дальше. Исключительно важная штука вот какая. Смотри, как мозговая коробка устроена. Видишь? Ну, давай, смотрим. Вот этих линий просто нет. Здесь прямая. А мозговая коробка от этой точки идет на расширение или на сужение? На расширение. На расширение, конечно. Вот так расширяется. Здесь ровно то же самое. Вот. Височный арбитр глаза. Дальше кусок височной кости. Извини, сплавой кости. А дальше? А дальше на расширение. Вот видишь? Гребень от общего. Да. Да. Вот так. А уж только после этого. Понятно? Хорошо. Теперь носовая груша. Это же не просто такая глянда. Значит, по форму на что больше всего похоже? На грушу. На грушу. А в серединке перегородишь? У тебя пока груша не получилось. Дело в том, что у груша более узкая вот эта верхняя часть. Согласен? Да. А теперь смотри, какая у тебя широченная вот эта площадка. А на самом деле она такая широкая у меня. Да. Она намного лучше. То есть на самом деле все это хозяйство вот здесь. Так. А дальше? А дальше? А дальше боковые стенки вывести. Считай вертикально. Понятно? Понятно. да. Вот. Прямоугольная? Да. Прямоугольная. она вообще не попадает на челюсть. Да? Вот попробуем. Вот так вот. Такими вертикальками. А теперь, например, на лицевой сектор. Расчеркните, посмотрите, что это получится. Я, ребятам, говорю, очень существенная практика. Прежде чем возиться с деталями, всегда сначала замыкается внешний контур. А вот он остался незамкнутым вот здесь. А мне почему-то от деталей легче ориентироваться. Совершенно ошибка. Скажите, пожалуйста, где самая нижняя точка в эту челюсть? Да-да-да. Основание зубного ряда. Она намного ниже, чем вот эта точка. Хорошо. Сравните разницу по вот этим высокам с высотой глазницы. Третью высотой глазницы. Так. Смотрим. Вот она, примерно третью высоту глазницы. Понятно? Раз, два, три. Согласны, что это? То есть она нижняя точка? Да. Значит, в результате вот здесь у вас должна быть точка опоры. И смотри, в чем мы получаем. Мы получаем вот этот участок, который больше высоты глазницы. А на самом деле это так. А на самом деле это не так. В чем дело? Не замкнули контур. В результате у вас вот это все уехало вниз и вправо. Хотя это все существенно-существенно. задвинутый вверх и влево. Так что все-таки давайте прежде чем ориентиры внутри брать, давайте сначала главную пропорцию внешним комплексом. Угу. Мы же с вами говорили, какая абсолютно недопустимая ошибка. Это брать в руки объект, который вы рисуете. Да. Вы же положили его сейчас тут другим углом. В результате ваша натура теперь не имеет ничего общего с вашим рисунком. Будьте добры, положите его так, как вы его рисовали. Только в этом случае это вообще хоть на что. Чтобы он стоял надежнее, достаточно взять, так немножко сдавить пластелин. Собственно, для этого пластелина доставка и нужно. Так. Ну а теперь давайте смотреть сразу. Вот это у вас длина мозговой части черепа. Согласны? Да. Ага. Вот это длина плюва. Что у вас больше относится? Длина мозговая часть черепа. Во сколько раз? А считай в два раза. Ну да. А теперь посмотри сюда, в реальности. Здесь они примерно одинаковые. А здесь они примерно одинаковые. Вы сделали невероятно огромную мозговую часть за счет длины плюва и вообще-то отношение даже на этом, да? В высоте. В высоте. В высоте. В длине совершенно другую. У вас это прям какой-то Сократ. Баклан с высоченным умом. Ну не бывает такого у птиц. Ну вот давайте пока просто соотношение челюстной части черепа. Вот. Выдвинуты очень сильно лёжные челюстные кости. Одни птицы страдают на крыльях. Так? И всего остального к черепу. Так что вот эти. Это не его контов. Это чисто придуманная варя. Так. Давай рассмотримся. Да. Ага. Дальше. Будет запуск. Неплохо. Совершенно классическими ошибками. Вот сейчас включимся их видеть. И как у вас устроена вот эта линия контура черепа. Она прямая, прогибается вниз и прогибается вверх. Это линия и площадь наивысшей точки черепа до кончика носа. Вот так. Она прямая, прогибается вниз или прогибается вверх? Это вопрос. Прогибается вниз. Прогибается вниз. Классно, здесь уже она прогибается вниз, а теперь смотрим, у вас эта полога кривая. Смотрите сюда, а здесь действительно одна линия или из двух разных участков? Где кончается первый? Вот эта, почти прямая. Где он кончается? Здесь. А теперь смотрите. Вот эту светлую полосу, видите? Откуда она взялась? Что это такое? Только не совсем зло. Это участок, под которым находится корень корка. Поэтому здесь вот такой воздух пошел. Вот у вас корка. Значит, соответственно, вот сюда, вот так сгибается его корень, должна прийти прямая, которая начинается вот в эту отрожечку. Отросток называется надплазничный. Он у вас вот здесь. Так? Значит. И вот сразу будет видно, какая возникла история. Так. Смотрите, вы промерите череп вместе вниз. У вас вот такая линия была. Так? А дальше? А дальше? А дальше после этого вот так. И уж только после этого на высокой вырезке. Теперь, когда вы это сделали, сразу стало понятно, что на самом деле вот эта линия, линия глазницы выше. Потому что вот эта площадочка, она же совсем овеченькая. Вот это. А теперь, а перескажите, от этой точки, вот она у нас надплазничная. У вас дальше линия вверх лезет. Согласны? Она не говорит, вот горизонталь. Она не горизонтально, а вверх занимается. А ну-ка, вот смотрим, на самом деле. Такое крутое лугу падение. Значит, вот эта точка. Не очень. Причем подъем тут, на самом деле, очень граничный. Вот такой. А дальше, начиная с вот этой точки, что делать линию? Вниз. Да, конечно, вот горизонталь. Значит, отсюда она идет вниз. Причем вот в этой точке достаточно резкий перегиб. И вот сюда падение. Вот видите, как мы подкорректировали вот эту часть, да? Значит, я просто на вашу точку зрения стараюсь залезть. Угу. Да. Ну, еще одна достаточно важная штука. А, вот так. Понятно, как я вам показываю. Вот, вот эта историка, очень важная на черепах многопитающих, называется скуловая дуга. Так? Значит, если у вас вот это место, видите, здесь какая черта есть. Скуловесочная шва. Значит, и вот смотрим, как ведет себя скуловая дуга дальше, после этого шва. Вы рисуете ее такой тонкой палочкой, которая упирается вот где-то здесь, в районе последнего зуба. Смотрите, какая она на самом деле. Сначала линия поднимается, а потом примерно отсюда. Резко отпускается. Резко отпускается. И приходит она в контакт в районе зуба или зуб намного ближе к затушке. Вот, посмотрите, вот он там. А зуб-то вот и. Конечно, на самом деле отсюда, вот сюда, здесь изгиб вот такой. Вот так вот, да? А зубной ряд вообще вот сюда выезжает. Вот последний зуб. Так что у вас вот это, зубы здесь крупнее, вот такие. Понятно? Это значит. Более-менее понятно, как я ориентировался. Просто старайтесь разбить контурную линию на какие-то участки. Посмотреть, где у нас точки перегиба и от них прямая, кривая, как они по отношению горизонтально и вертикально. Вот давайте откорректируйте внешний контур. Так? Ну и продолжайте дальше. Ну-ка. Смотрим, что мы имеем с гусем. Так. Так. А, да. Ну, пока что лучше бросается в глаза. Посмотрите. Даже ничего говорить не думаю. Вот. Попробуйте сами. Посмотрите, как устроена вот эта часть человечества. В частности, вот эта вот контурная линия. Она на честь и так встроена, как вы нарисовали, и как-то и не может. Да. Посмотрите, что с положением суставной площадки по отношению к репушке хищного зуба. У вас они на одном перезонтальны. Посмотрите. Итак. Вот этот участок. Попробуйте сами разобраться. Будет сложно. Да. Да. Ну-ка, смотрим. Угу. Так. 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 Карандаш здесь. Хорошо. Попробуем вписать вот сюда квадратик. Слово «квадрат» принимаете? Да. Если это высота, то почему будет равномерно? Да. Да. А завершим. В округу 45 градусов примерно. Вот квадратик. Согласны? Да. В результате у вас одна вершинка квадрата сюда воперилась, вторая почти касается этой линии и вот эти на нижней линии. Хорошо. А теперь мысленно впишите квадратик вот сюда. Видите, где он закончился? Да. Сколько квадратов можно вписать в видимую вазму часть через? Значит, раз, квадратик, два, квадратик и еще несколько останется. Вы можете второй квадрат вписать сюда? Нет. А это значит, что вот она высота. При такой длине вот высота, тогда второй квадрат есть. Итак, эти линии просто совсем не здесь. Они намного ниже. И начало клюва. Вот скажите, пожалуйста, вот смотрите, как получается пока. Вот есть такой высот. Кстати, совершенно непонятно, что у меня слезы подняли. Дальше раз линия и дальше почти горизонтально. Вот и четыре. Скажите, а вот такая линия на черепе? Вот так вот. Ну а что же вы придумаете? Эта линия почти совершенно прямая. Вот она. И приходит она вот сюда, вот сюда. И от нее, собственно, начинается вся игра. Вот она по верху. Вот так. Вот она по верху. Вот теперь контур ближе к реальности или нет? Ближе. Вот давайте это убирайте. И попробуйте разобраться, как вписываются... Ну, во-первых, убвести контур как свет, да? А во-вторых, попробуйте разобраться, как вписываются внутренние детали в этот контур. Угу. Так, ну что... Дайте гляньте. А, во-первых. Так. О! Бог существенно лучше. Сам видишь, что намного больше похоже на то, что имеем. Что совершенно необходимо, карандаши. Знаете? Вот для того, чтобы... Тебе смогут того понять. Знаете? Изобразить вот эту вырезку. Она, вроде как, не относится к внешнему контуру, но является, на самом-то деле, задней стенкой вот этой видимой части. Потому что вот это уже совсем другая реальность. Это пошли по окнам, где будут крепиться челюсти, и так далее. И так, значит, вот это хозяйство. Легкими линиями. Так. Ну, что мы его и назначим? Так, допустим... Угу, карандаши 5. Угу, два запроса. Если вот эта ширина гвозница, вот она, да? То вот это давайте назовем ширина морды. Морда – это никакое не оскорбление. Угу. Стенка гвозница. Она не полукруглая. А она от этой точки, вот так наискосочек. Идет почти прямой... Вот видите, вот это у меня, да? Угу. Угу. У вас получится длина морды такая же, как ширина гвозницы. Ну, это две-три янета? Да не две-треть, а половину. Да. Значит, в чем дело? А дело в том, что в лоб падают кроточки. Вот так. Вот здесь впереди, и вот она, линия носовых костей. Померяйся. Ну, я вижу, да, я измерила половину, но он рисовал из-за... Значит, почти наверняка, когда мерили, допустили нормальную шкульнушку. Все измерения хоть куда-то годятся в одном единственном случае. Если вы руку вытягиваете полностью. Потому что если рука хотя бы чуть-чуть согнута, вы понимаете, что вы получаете совершенно разную прайкцию. Ну, приблизили карандашик вот так, да? И понятно же, какой участок вы при этом будете отмечать. Перевернули и вытянули немножко больше. Но получили бред силы карбола. Значит, рука всегда полностью вытянет. Давайте вперед. Так, ну-ка. О! О! Смотри, видишь, что намного более похоже. Да. Вадим. Вадим. Значит, добрый совет. Пока вот эту уберем. Вот просто уберем. И тогда тебе станет понятно, что вот такую линию, выезжающую... Так. Видишь, как она у тебя сильно, вот эта линия, отклоняется влево. А, да. А там она есть такая? Отклоняющаяся влево. Бедвея. Вот так? Нет. Совершенно так. Совершенно так. Если отклоняется, то уберем. А значит, это вы не вот сюда уехали, как ты его послал, а всего лишь вот сюда. Вот сейчас пока только уберем. Это не потом светлый мой. Угу. Так. Давай посмотрим. О! О! Самого ничего не насторожен. Он говорит, не пугает. Но здесь Господь с этим. У него перелом носа. В чем дело? А этот клуб сделал уж слишком отчетливо. Так? Все-таки он, хотя бы немножечко, но слажен. Вот так вот. Значит, как изображать мелкие внутренние детальки, мы потом разберемся. Сейчас более важный вопрос вот какой. Значит, ну, во-первых, вот здесь все-таки поправить. Отчетливая контуру зубов. Потом это окажется важным. Видишь? Так. Ага. Поняла? Ну, в общем-то, ну, можно умолчиться. И вот теперь можно немножко задраться в форму восходящей ночи. Вот если мы проведем линию параллельно на этом краю места. Это у нас будет условная вертикаль. Согласны? Хорошо. Ну, посмотри на челюсть. Больше ли часть? Вот на этой точке. Вот на этой точке. Вот отсюда вот отсюда. Сильно ли отклоняется от вертикали? Нет. А у тебя она отсюда затронена? Значит, в результате, на самом деле, вот эта вершинка, она вот здесь. Почему? О том, что вот эта линия как раз заваривается, причем плавно заваривается вверх. Понятно? Вот давай, помните, с восходящей леточкой. Так. Ага. Можно поздравить в смысле общей детальной контуров. Ну, мелкие огрехи, конечно, есть. И вот здесь кувала по-другому слеплена. Слишком широко вот это расстояние было, на самом деле. Нет, это все позже. Так. Так и придется оставаться этими методами-отерапазма, такая премской площадью. Ага, Element of Hasга! Главл遠евый другое?